Мост на лесном пруду будет построен до наступления зимы. Мэр Заречного настаивает на ускорении работ по подготовке к сооружению перехода. Финансирует строительство один из крупных частных предпринимателей города. На выездном совещании Вячеслав Гладков определил предварительные сроки реализации проекта. В 2015 году сооружение моста и подготовка тех заданий по прокладке пешеходных дорожек в зоне отдыха лесная. То есть кольцо, одну дорожку к каравану, вторую дорожку от моста к лесной поляне, здесь вот эту просеку, потом вторая просека от бастилии к пруду и от светофора тоже к пруду. Вот в принципе все пешеходные зоны, основные магистральные, по которым здесь ходят жители. Конечная цель проекта – создание рекреационной зоны, то есть благоустроенного, современного, комфортного места отдыха горожан. Первым шагом стала прокладка линии освещения и пешеходные дорожки в районе пруда. Дальнейшие планы будут реализованы в зависимости от наличия финансовой возможности. Реализация всего проекта об устройстве большой пешеходной зоны с реконструкцией берегов пруда рассчитана на несколько лет. По благоустройству пляжей, конечно, пока нет проекта, трогать ничего не будем. Потому что без понимания общей картинки, без экологической экспертизы, без точных расчетов подходить, испортить все можно очень просто. То есть это недопустимая вещь. Вячеслав Гладков особо подчеркнул, что при реализации проекта необходимо полностью сохранить неповторимый облик этой части Заречного. То есть следовать основным принципам городской стратегии развития в направлении эко-город. Это зона отдыха, где растительность, кустарники, деревья, они должны быть не только даже в том виде, в котором сейчас. Их должно быть больше, они должны быть более разнообразными. И жители должны получать здесь как эстетическое удовольствие от природы, так и от комфортности, от среды, от новой инфраструктуры. В ходе совещания Вячеслав Гладков затронул вопросы необходимости создания проектов по обустройству рекреационных зон в Центральном парке культуры и отдыха и зоне отдыха «Солнечное». Для этого планируется объявить соответствующий конкурс. Станислав Корякин, Светлана Гордеева, телерадиокомпания «Заречный».